Все началось с суммы в 805 тысяч рублей. Убытки с маршрутов на Санкт-Петербург Кингисепский автопарк начал подсчитывать с 2007 года. За это время минус подрос. В прошлом году он перевалил за 8 миллионов. Именно такая статистика стала решающей в вопросе о приостановлении ряда рейсов в город на Неве. Вот скажите, каким образом здравый руководитель, тем более акционерное общество, может на это смотреть, грубо говоря, открытыми глазами? Вот мы глаза открыли, и решение по приостановлению этих рейсов было принято на совете директора. Теперь 7 прямых автобусов вместо 15 уходят из Кингисеппа каждый день. К подобным мерам прибегли перевозчики исландцев первого автопарка и петербургской транспортной компании. Несмотря на то, что у пассажиров почти в два раза сократилась возможность выехать в областной центр, Кингисеппский перевозчик уверен, проблемы нет, интервал движения удобный, час по одному комфортабельному транспорту отправляется с нашей автостанции. Это помимо того, что есть пираты, как я их называю, да, есть пираты, и очень серьезное что ли количество людей идет к ним. И даже после того, после того, как случилась вот эта беда 29 декабря прошлого года. Как заверил Валерий Скажутин, приостановленные автобусы на Санкт-Петербург можно в любой момент вновь открыть. Главное – почувствовать выгоду. А это как минимум по 9 тысяч рублей с рейса туда и обратно. Сегодня едва набирается 7. Один из выходов – повышение платы за проезд. Это он планируется на весну. Вот мы уже планируем увеличить проезд на порядка 30-50 рублей, да? То, что касается увеличения стоимости проезда, моментально, следом за нами, идет увеличение стоимости проезда и на микроавтобусы, которые и легально работают, и нелегально работают. Как бы тут особой конкуренции нет, да? Тревогу у кингисеппских перевозчиков вызывает подвижной состав. Автобусы, конечно, ремонтируют. Но срок их максимальной эксплуатации не должен превышать 650 тысяч километров. Это 6 лет. Местному транспорту же намного больше. В прошлом году списали несколько единиц с пробегом под миллион и выше. Новые не приобрели. Беда в чем? Подвижного состава, ну, хватает. Хватает, может быть, впритык. Хватает, да? Но взять летний промежуток временем и дачный направл. К примеру, пассажиры-дачники народ несознательно едут за город, когда захотят. А потом жалуются на неудобства. Причем и нынешней весной проблем не избежать. У нас они едут тогда, когда захочут. И набиваются таким образом, что даже сочлененный автобус, всем желающим уехать с одной остановки, возможностей нет. Ну, надо как-то и пассажиру привыкать к такому просто, потому что это же не резина. Это надо, мы не можем по первому требованию определить ту машину, которая необходима для того, чтобы увезти нас, увезти людей. Хотя у нас огромное желание это сделать. А возможности технические просто много. Растут требования к пассажироперевозчикам. Системы ГЛОНАС, тахометры, обязательные приспособления. Но очень дорогие. Где брать деньги? Инвесторы не стоят в очереди с тугими кошельками. Зарплата работников низкая, наметился отток кадров. Ситуация сложная, но понятная. Причем, несмотря на проблемы, Кингисепский автопарк продолжает обслуживать льготников. На городских пригородных, на рейсах в областной центр. Конечно, приятно отправляться в дорогу на комфортабельном современном транспорте со всеми удобствами. Но реалии таковы, что сегодня приоритет – это хотя бы добраться до нужного пункта назначения. Светлана Круг, Валентин Соколов, Кингисепское телевидение, ЯМ-ТВ.